Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы не против того, что я снимаю? Нет, я не против, что вы снимаете Субтитры делал DimaTorzok Я каждый день молюсь за вас, за всех, за Володю, за Никиту Я ни от нее молитвы не пропустил Я не имею против вас ни сердечных, никаких, ничего у меня нету абсолютно Мы только сейчас молились и первым днем я говорю, помилуй Господи, дай силу перенести Сергею и все, мы минут пять назад только о вас молились Вы у нас не сходите с молитвы, вы же друг и брат наш Ну, я не знаю, я же, я просто хочу сказать, что, ну пусть, может, люди услышат, что я никакой, не питаю ни вражды, ни ничего, ни общения Вот Виктор Андреевич там высказал что-то, и у меня там ситуация какая-то нездорова Ну, это все от лукавого, Господь навевает все, вот это, чтобы люди просто не соблазнялись, я хочу сказать Ну, такая нездорова Ну, были, конечно, у меня там и претензии, и все, к вам такое Ну, я священником, вот, буквально вчера с одним разговаривал, ну, вы знаете его, с этим Сергей Бирюков, я вчера говорил, вот, я говорю, ну, у меня были, конечно, претензии к нему там И в чем я не каялся Я говорю, допустим, если его не будет, мне будет, я говорю, мне будет, допустим, жаль, что я говорил такие слова о нем Вот, то есть, ну, я заранее уже знаю, что я сожалею о том, что я когда-то что-то вам в чем-то пересчил или что-то еще Вот Так что у нас отношения христианские во Христе Я не питаю совершенно никаких эмоций противоположных А Сергей Бирюков ко мне заходил? У нас два ролика записано Он не рассказывал Я на неделе выставлю их, может, даже завтра буду выставлять Разговор шел Он сначала в этом записал, говорит, давайте, говорит, встретимся По две, что ли, минуты, говорится А потом, говорит, маленько, погоди, опять пишет Ну, тогда, Брам, пять минут, а мне две минуты А когда стали, говорит, он говорит, двадцать минут, а я две минуты У него охота высказать Я говорю, да Ну, настоящие попы не то, что О которых вы рассказываете Он трудится, отдает себя людям полностью И Богу всего себе отдает Ну, я выставлю ролик, вы почти посмотрите Я не добавляю ничего, как есть, так и есть Он согласен, все Разговор-то шел о том, как жить-то правильно, чтобы было Ну, он все это о себе, все рассказывал Вот так А мы вас помним каждый день Я даже ночью, молюсь, когда всегда вас вспоминаю Как, ой-ой-ой Я говорю, вот я не могу даже надеть Мне Никита помогает надеть костюм У меня же руки-то выверщены были Когда меня там крутили-то в органах-то Надо сделать, я встречался с этим У меня друг есть тоже у него Такие вот болезни Сейчас делают блокаду Если хотите, делают укол один И на полгода они блокируют Вот этот мерц, и боли не будет Нет, я не пойду на это Я ничего, только надеть А сейчас вижу, уже полегче стало Тут жена, все давай, что-то втирать Я никому не дался Второй день, третий А я стоял на коленях долго на холодном полу Тут вечером склонился на стул-то И не заметил, как Когда стал подниматься-то, я не могу рукой шеведеть Видимо нерв там Виктор Андреевич позвонил А он говорит, не врит Я говорю, да я не вру Не врит Не врит, не врит И говорит Не врит-то звучит-то как Я говорю, я не вру Он смеется Что такое? Да нервы, нервы Просто застудил Так, ну вот Даже вот так крестить-то рукой нельзя было задеть Ну сейчас уже третий день Полегче маленько Уже сегодня до плеча вот так руку поднимаю А кверху не дает Нет, я не пойду ни на что Я люблю болеть В меру сил, конечно Я сегодня только с одним разговаривал Он говорит Я тебе раньше не верил Теперь верю Я говорю Вот мне сейчас принеси чемодан С долларами Поставь вот сюда И скажу Вставай и живи Как этот Как свободный человек Не зная заботники Я не согласился ни за что У меня сегодня Это кошка одна такая У меня две кошки и кот Но я голубям-то ношу У меня дежурство идет у них Вахтовым методом А одна такая коварная Вот сзади набежит на другую А она от нее шарахнулась Прыгнула И вот в динамике ударилась Я говорю Ты что делаешь? Мне Сергей подарил А ты чуть не порвала Она сидит, лупается на меня Я ее упрекнул даже Давай щупать ее Нет, не порвала Она ее разогнала Она сходу-то от нее Ломанулась У меня нынче дикари живут В комнате Два диких голубя Я видел Уже малыши выпарились Я никогда в комнате Диких не держал У меня всякие разные породы Там такие Разноцветные Очень породистые И заболели Вертящие вот так шею выворачивают Их не вылечить ничего нельзя Но я принес И думаю В этом-то в коробке-то Болезнь на них повлияет Ничего не влияет Что значит Сыганская порода Ну да Их надо У них кровь взять И смешать С вашей А у меня уже второй раз Заболели они Это как они-то залетают Залетные где-то Я спрашивал Тут такие опытные голубеводы А что делать Да ничего Только режешь и все Но болезнь не передается Ни курицам Ни человеку Никому Голова выращивается Вертяжка называется Они говорят Уколы делают Иногда там Жировые Бесполезно А этим нужды Никакой нету Так они Дикари Поймал Ко мне на голубятню Залетели А они прям рядом Сейчас ходят Даже эти смирились А мы же молимся Они слышат Они добрые делаются Ну а че ж Они привыкнут Теперь выпускать Их Выпускать Я им Тряпочки пришил Ну как А кольцевание Теперь Куда Сроднились Я им говорю Я им жизнь дарую Они попадут У меня под амнистию Собак всех прикормил Так вся улица смотрит Когда выхожу Глядят А со всей округи собаки Я смотрел Я думаю Глянь Дают А балу Че ж Побольше надо Разные Разные Главные Большие Маленькие Я вижу В них Иерархия Которая маленькая Та обижает Я говорю Еды побольше Надо Чтоб мясо Побольше Приносили Костей Так заболела Которая мясо Та приносила Она болеет Из больницы Только вышла А у меня Ничего нету Я уже делю Помаленько Собак Че ж Надо и убить Или кормить Надо А так Издеваться Че надо Издеваться Над ними А я кормлю А это бродящие Они нищие Да я вообще Я вообще Людям говорю Вы уж тогда Если По улице Кормят А Кормят Да Ну Слава Богу Да Кормлю Я просто кормлю И нарежу Мясо им Настужу Кусочками Ну и выйду Раз-два В день Кормлю их Всех Всю зиму А на деревьях Понавешал мясо Для этих Ну разными Пучками Штук восемь Крепко Привязал Так И сейчас Прилетает Сороки Перед самым окном Какие они красивые Пушистые Четыре сороки Зеленый дятел И жувальщики Мясо долгят И коты Лезут на кусты На кустах Не деревья А кусты Калина у нас растет На калине По поводу По поводу Вставать В таком состоянии Примиритесь Жить Жить Я в черный список Заносил Даже на этой пору По этой теме Двух или трех Я вообще Вот там Николай Негоголь Какой-то Там вообще Ну я не знаю Не верующий Наверное Пишет Что-то Непонятно Совсем И ты Говорит В теняшке Усы У тебя Все А вопросы Говорит У тебя Не по делу Ну расскажи Он знает Какие у меня дела Он за меня знает Чем мне говорить И чем мне Что-то за это Говорить Не говорить Вообще Ну я выставляю Это мое Я так думаю Я так Говорю А почему ты Чем ты думаешь Что я не должен Так говорить Что это за отношения Вообще Ну как Что Что за отношения Я не понимаю Мы же Мы должны Как-то хоть Понимать Немного Друг друга Ну что Разделяет Вот так Сатана Легко нас И мы ему Поддаемся Все Я три дня Решил еще Маленько Подновить Свои знания Ну и Полностью Просмотрел Просчитал Все исторические Данные Променшикова Фаворит У Петра Первого Был Потом Просчитал Про Кутузова Там много Материалу Пришлось Променшикова Эти дни Вот Занимаясь Суворова И там Остальные Которые Фельдмаршалы Были И чем Все закончилось Какие Имения Получали Все И вдруг Ничего Нет Суворов Шел с армией Погибало Сколько Людей Где Ничего Нету Как будто Никогда Не было И что Это нам Надо Это Жизнь И все Кончилось Есть такое Стихотворение Наши громкие Деяния Труды Заботы Суета Скользнут В пучину Мироздания Как неприметная Мечта Так вот Зачем ты Свет родился И столько Вытерпел Скорбе К чему Твой Жадный Ум Стремился Чтоб Стать Добычу Червей То Жизнь И счастье Призрак Ложный Тебя Всегда Кружит Всегда Во мгле И заплываешь Прах ничтожный Что ты Прохожий На земле Но есть За гробом Жизненная Жизнь Вечная Бесчета Лет Тебя Там Ущель Ждет Какая Об этом Думал Ты Или нет Это старинное Такое Стихотворение Вот и все Все закончилось Бились Земли Друзья Войны Ничего Нет Ну Знаете Как Знаете Кто Кто Из Поэтов Или Кто Это Сказал Жизнь Игра Вся Жизнь Театр Да Ну Отчасти Я думаю Он Прав И Вот Мы Эту Жизнь Мы Так И Должны Немного Принимать Вот Ну Нельзя Всерьез Принимать Это Нельзя Это Все Складывать У себя На Сердце Вот По Пол По Полкам Раскладывается Это Как Театр Ну Сыграли Сцену Такой Помирились Да И Начали Продолжили Жить Дальше Сцену Другую Играем Да Вот А Че На Сердце Все Раскладывать Себе Это Ульям Шекспир Сказал Вот И Мужчина И Женщина Выполняет В этой Жизни Свою Роли На Сцене Одни Роли Кругом Роли А По Сути А Что Мы По Сути И Христос Нам Господь Сказал Будьте Как Дети По Сути Давайте Умолимся До Трехлетнего Возраста Да И Будем Тра-ля-ля Тра-ля-ля А Че Нам Еще Надо Именно Так Когда Человек Приступает К Богу В молитве Самое Это Главное Вот Чем Даже Не В том Что Мы Болеем Неправильно Желудок Работает Когда На Кого Что То Име Или Нас Раздражают Самое Главное Молитва И Говорит Мужья Чтобы Обращайтесь Благоразумно С женами Дабы Не Было Препятствия В Молитвах Не Потому Что Она Состарится Рано Или Что Молоко У Не Пропадет Не Было Препятствия В Молитвах Вот Что Люди Вообще Мира Этого Не Знают Потерят Что То Отношение Мы Другу Не Помогаем Там Злослоем Это Не На Первом Месте Нет Молитвы Положи Жертву Прежде Примирись Да Когда Ты Узнал Что Нельзя Молиться Ты Даже Ты Не Шевельнешься Ты В Реку Слез Превратишься Молиться Нельзя С Творцом Связь Прервана Боже Что Я Надь Я Не Могу Припасть К Нему Я Не Могу Побеседовать С Ладно Я Не Буду Это Вы Уж Спать Собираетесь Нет Еще Собираемся Я Еще Маленько Задержусь И Ребята У нас Интересно Зашли Ко Мне Может Быть Видели Это Какие Это Колесниковы Николай И Анна Мы Говорит Не Понимаем Еще Но Дети Нам Построили Тут Что Это Никакие Не Колесниковы Игнать Тих Это Вам Закинул Такую Удочку Это Нет Их Никаких Нет Что Вы Правду Подумали Правду Подумал Это Закинул Вам Петров Или Как Его Там Павлов Я Не Знаю Он Хотел Чтобы Вы Сделали Что Показывать Всю Жизнь Вашу От И До А Вы Уж По Своему Это А Я Показываю Ничего Не Скрываю Уже 39 Роликов 39 Дней Прошло И Каждый День Ставлю Я Благодарю Бога Что Это Нет Никаких Колесниковых Нет Да Ты Что Вот Не Думал Никогда А Это А Я Беру Просто Ко Мне Что Пишут Я Все Выставляю Маленько Комментирую Сегодня Решил Написать Письмо Сейчас Только Сел Печатать Начало Рамзану Кадырову На Него Такие Нападки Сильные Со Всего Мира Ополщились Это Пятая Колонна Сейчас Рамзану Если Уберут Все Кавказ Они Завоюют Эти Игиловцы За Него Надо Молиться У Меня От Него Грамота Благодарственная Или Как Сказать Я Ему Книги Подарил Когда Был Там Вот Мы За Него Всегда Молимся Они Сам Эти Группировки На Украине Уже Концентрируются Вот Эти Ну Анти Анти Кадыровские Так Да Да И Они Когда Вот Это У него Беседа Была Когда Этих Он Там Разоблачили Арестовали Там Они Сидели Сколько Пока Их Видно Там Маленько Приводили В чувство Ну И Он На Площадь Где-то Сколько Человек Там Человек 18 Или Сколько Они Прибыли Сюда Чтобы Убить Его Киллеры И Теперь Он Им Говорит И Тут Стоят Их Родители Привезли Мать Плащ От Отец Я Имею Право Нанести Ответный Удар Скажите Что Вам Не Нравится За Что Вы Решили Меня Убить Он Разговаривает И Мне Голову Опустили И Стоят Вот Игорь Лживый Ты Жалгал Тут Все Такое Глаз Не Поднимает А Другой Я Раскаиваюсь Примите Он Обнимает Его Целует Он Христианин Прям Настоящ И Главное Отпустил Всех На Свободу Вещь Неслыханная Киллеров Отпустить Понимаешь Какой Для нас Урок Это Кадыров Ой Как Рамзан Рамзан Кадыров Да Он Сейчас Служит Как Сдерживающий Они Народ Мстительный У них Сейчас Крови Вот Только Дай Им Призыв На Ну Ату На Русских И Все И Они Объединятся Мгновенно В Единой Армии И Пойдут Опять Войной А Рамзан Он Как Сдерживающий Является Это Он Большую Несет Миссию Так Он Везде Показывает Он По Грозному На Велосипеде Гонит Охрана Отстала От Него Заметил Там Что Тонированные Стекла Не Убирает Он За Машину Сел Это Пиар Пиар Программу Так И Сделали Как Но Еще Более Его В Народе Как Б Привознести Ну Так Это Неплохо Ну Неплохо Конечно Он Нарушил Правила Не Был Пристегнут Ну И Подходит Там Виноват Он Говорит Виноват Поехал И В очередь Встал Там Вокруг Него Не Надо Я Очередь Достаю И Деньги Платит В кассу Сколько Штраф А Там Нервные Стекла Рамзан Ахматович Еще раз Рамзан Ахматович Ты знал Что нельзя Они машин Там Забили Все Это Останавливают Авария Произошла Семь человек Погибло Разве Это годится В школе Ученик Ученика Побил Он Учитель Требовал Взятки Он Пришел Прям С милицией Допросил Так Арестовать Сразу же Он Самый Популярный Из Глав Региона Ну Устал бы Пиариться Показывает Есть такой фильм Сердце Рамзана Кадырова Как дети У него Как жена Приятно Одета И она Итерюг Никогда Не дает При нем Вот так Закроется Сидит Как Познакомились Они с ним Как он Едет Святые Там Идельвейцы Ездит На скалу Рвал И У меня Вопрос По поводу Может Вы лучше Знаете По поводу Кавказских Народов Да Ну Мусульман Вообще Вот у них У них В исламе Да У них Предпочтение Отдается Лжи Допустим По отношению К неверным Они лгут И они Вот это Превозносят В свою жизнь То есть Они как бы Знаете Они любят Клясться То есть Он если хочет Допустим Выразить Свою Праведность Он Я тебе Клянусь Он Клянусь Я тебе Клянусь И вот они Понимаете У них Вот это Ложь И воспитание Детей Он любит Допустим Своего Дитю Там Дитя Свою Обманывать Приучают Ко лжи Вот у них В отношениях Постоянная Ложь Какая-то Знаете Это не по Корану Я скажу Что Коран У меня 18 том Открытым оком Я весь Коран Разбираю По сурам Аятам В сравнении С Библией Это не по Их учению А так принято Как у нас В обычной Принято Ну по традиции А это Нет Это Их так Не учит Ну а почему Они такие Лживые люди Они лгут На каждом шагу Так у нас Лучше А мы Чем лучше Мы на Полшага Раньше Наши безбожники Они себя Преподают Как это Самые Верными Знаешь Какая у них вера Когда Шамиль Уже сдался Его старт С ним разговаривал И он говорит Такой народ Пока Говорит На его глазах Говорит Головой четыре Не отрубишь Говорит Шашка не мелькнет Говорит Не покориться Он не по убеждению А с уголовым Отрубят Это Шамиль Говорит Шамиль Тот Который Кавказ Когда не сдавал Так Шамиль Это как Пленили А потом Его повез Царь В Петербург Все показал Тут дивился Какие храмы И отпустил Он поехал В Мекку Как умели Обращаться И все Война Война Заглохла Видишь Не по Корану У них же В Коране Прописано Что можно Ну так же Как и В Торе Что можно Неверных Обманывать 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 Нет Это напрасно Допустим Ну допустим В этом самом Банковском деле В расточительстве Там Давайте Допустим Гою можно Ну Под процент Проценты Вот А своему Нельзя Уже Ну Так А своему Нельзя Но это написано Танаха Разрешает Поэтому Он и делает А дальше Это они Сами Придумывают Вот Про Ивесскому Вопросу У меня Три тома По 750 Страниц Весь Талмуд Талмуд Это не книга Это 12 томов И вспомните Получ По моему Там у них Разрешается Обманывать Неверного Обманывать Не разрешается Это Нет У этого Это у них Шорхана Рух Вот где Это у них Это самая Ненавистная Книга Вот Если Идешь Мимо храма То плюнь Чтоб ты провалил Вот Русский Корову Пасет А там Чеченец А чеченец Говорю Еврей То спрашивается А можно ли Корову отдать Пасти Нельзя Нельзя Если Один пастух А если Два Можно Почему Чтобы не Изнасиловал Корову Корову Изнасиловал Понятно Причина Какая Теперь Женщина Если работает А там Гои Работают То Можно ли Ей Нельзя Можно Если Только Ворота Открываются В эту Сторону Там Показано Где Люди Идут Если Там Такого То возраста Пять Мужчин Не меньше Тогда Они Не тронут Но Это Понятно Это У евреев Я Не Мусульман Я Все Я Найду Я Найду Обязательно В интернете По поводу Обмана То Что В исламе Все равно В этом Коране Я Не считал Что Можно Обманывать Нет Есть Такое Времена Когда Караваны Грабить Там Это Разрешено Но Обманывать Нет Нет У них Я Даже Не знаю Возможно Ли Это Вообще Что Вы Признали Это Я Не Помню Точно Но Я Думаю Что Есть Потому Что Где Я Читал Не Могу Сказать Не Могу То Я Определенно Говорю Нет Этого Раз Настаивать Я Тогда Молчу Но Опять Не Брата Обманывать А Кафира Обманывать Ну Может Где Это Как Но Только Это Уже Хадисы Это Уже Не Коран Это Как У Нас Предание Так Назовем Определенно Нет Под Проценты Да Если Скотина Там Задавилась Или Что Тебе Есть Нельзя Еврею А Язычнику Можно Продать Ну Курица Задавилась Кровь Не Вытекла А Им Можно Продать А Почему Они Почему Они Не Видят Вот Они Ненавидят Мусульман Евреев Мусульмане Да А Почему Они Не Видят Что Их Коран В Точности Переписан С Торы Почему Они Этого Не Видят Нет Он Не В Точности Я Объясняю Это Там Меня Спрашивает Этот Вопрос Мне В Университете Когда Задавали Я Отвечаю Там Интересно Обо Мне Характеристику Дает Проректор Я Говорю Тоже Считаю Говорит Книги Лапкин Он Говорит Почему Евреи Ненавидят Мусульман Мусульмане И Вред Точно Я Лапкин Отвечаю Только Потому Точно Тоже Как Православные Ненавидят Тех У Других То Есть У Меня Разницы Никакой Нет Я Непредвзято Это Объясняю Почему В Первую Чуть Он Брал На Слух Давайте Отвечемся От Всего Я Сравниваю С Тем Что В Библии Написано Он На Слух Брал Мухаммад Был Очень Интересный Человек Активный Такой Ну И Когда Женился На Нее Она Чуть Не В Два Раза Старше Его Была И Она Богатая Была И Он Как Сказать Там Не Уполномоченный Или Как У них Назывались Управляющий Управляющий Он Купец Ездил И Везде Все Слышал Рядом Жили Христиане Но Христиане Там Еретики Ну Они Тоже Там Такие Христиане Да И Он От Них Это Все Поднабрался Ну Допустим Он Почитает Дуайт Это Давыд Про Дуайт Он Все Правильно Говорит Но Почему Ни Одного Псалма Не Написал На Память Его Нельзя Запомнить Он Живые Помощи Мог Запомнить Нет Не Хватило Ума Живые Помощи Максимович Память Была Ой Ой Две Книги В день Прочитывал Страниц По 350 Я Мог Его Проверять Чуть Не Цитирует Но Я Говорю А Вы Могли Б Законспектирует Свободно Я Говорю Давайте Считай 90 Псалом Дал Ему Он Прочитал Полежал Говорит Еще Раз Прочитаю Прочитал Еще Раз Шевелил Шевелил Губами Говорит Она Говорит Не Конспектируется Такая Связь Говорит Что Одно Предложение Тянет За Собой Другое Понимаешь У него Ума На Это Хватило И Вот Здесь Когда Разговариваешь За Что То Как Он Это Мог Он Только Вот Это Мог Сказать Из Жития Святых Он Только Взял Один Пример Когда Отроки Семь Отроков Уснулись Через 120 лет Проснулись Почему Ну Дальше Что Ему Рассказывали То Он И Помнит Как Сулейман Сделал Когда Стариса Пришла Он Такое Встречал Как Пол Такой Как Озеро Как Вода А Ему Охота Была Ноги Посмотреть Она Подол Подняла А На самом Деле Нет А Зеркало Отражало Ну Такое Вот Все Ну Что Слышал Все На Краем Уха И Такое Знаете Вроде Я в это Никак Не могу Поверить А Смотрите У них Вот Сейчас Даже Современные Учения Строятся На Житиях Святых Наших Они Многое Берут Из Житий Наших Святых Может Быть Сегодня Но В Коране Только Единожды Поминается Жития Святых Но Я Специально Этим Занимался Ну Целый Том Поэтому Есть Моменты Которые Есть Там Но Когда У нас Одна Женщина И говорит Так Это Что Настоящий Коран Я Говорю Да Как Со Спутанными Ногами Говорит Идешь Даже Сравнивать Не с чем Ну Да Притом Я Когда Разговаривал С ними Там Мулай Имам Стоят Они А Вы Как Считаете По Арабски Я Говорю Нет Лучший Перевод Крачковского Там Юлиан Который Перевод О Это Не То А Сами Не Знают Как Священник Один А Мы Знаем Церковно Славянский Как Русский Как Русский Мы С женой Разговариваем Я Говорю Только Не Отступайся Разреши Я Тебе Одно Предложение Скажу Так Я Сейчас Пришел В магазин К Никите Он Перевел По Славянски Я Говорю Дальше Но У него Крутые Ступени В подвал Я Наступил На Шнурок Развязавшегося Ботинка И упал И расквасил Упрямый Поповский Нос Переводи Ты тут И засохнешь Я говорю Не переведешь Он губами Пошевелил Пошевелил Ничего не Получилось Я говорю Насчет Теперь Говорить Ты должен Переводить Слово Слово Мгновенно Ну как Слово Слово Если В этом Языке Не было Тогда Даже Таких Обозначений Шнурки Какие Раньше Шнурков Не было Ну вот Как Рамзан Кадыров Когда говорит По-щеченски А потом По-русски И время От времени В чеченском Языке У него Мелькает Слова Русские Президент Удругой Их нет Слов таких Но он бы Вставил Шнурок Он вообще Не мог Перевести Нет Это Другой Язык Это Талант Нужен Талант Суворов Он свободно Разговаривал На нескольких Языках Ну К примеру К примеру Уже Допустим Старославянский Язык Уж Не могу Молиться На русском Языке Хоть И меня Убей У меня Слово Не звучит На русском Языке У меня Так же Я молюсь Только По-строклонно Славянски Я С детства Приучил Богородице Там Достойно И молюсь Так Как У старообрядцев Я Я знаю Как Это Но У меня Не идет Я Отче Наш Считаю По-славянски Ну Допустим Я Пробовал Я Пробовал Допустим Читать Да Воскреснет Бог Да По-русски Они Бесы Они Даже Им Вообще Им Все равно Тут же Читаю На старославянского Фух Разметаются Пыль Сразу Я Тоже Только По-церковно Славянски Да Воскреснет Бог Считаю Я С детства Так Научен И Мне Это Как Раз Но Ребята У меня Братья Они Считают По-русски Они У них Ну Нету Навыка У них Там Так Вот Такие Наши Дела Ну Ладно Ладно Игнать Ищ Ну Ну В общем Знаете Что У меня Нету Вам И у Меня Нету Прости Меня Христа Ради Дорогой Брат Если Может Обидел Сказал Еще Как Не Знаю Я Вообще Не Говорил О Вас Никогда Худо Ни Разу Да И Вы Меня Простите Если Что Не Так Слава Боже Может Что Надо Там Спросить Мало Ли Что Никита Говорили Устроиться На Работу Сколько Не Ходил Нигде Ничего Никак Так Что Работает Он Где Тут Своими Что Там У него Не Получилось Никита Ну Подойди Сюда Покажись Брату Сергею Что У тебя Сработает Вот Саша Чтобы Тебе Видно Был Он Туда Мир Вам Привет Че Там Дорогой Че Там Не Получается Да Че То Там Военный Билет Надо То Еще Че То Ну И Как То Они 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 Рассматривают Твой Статус Да Да Нет Никого Мой Статус Не Волнует У них Свои Правила Они По Ним Следуют И Все А Зачем Если Статус Не Волнует А Билет Зачем Военный Ну Так На Государственных Предприятиях Требуется Военный Билет И Все Прочее Там Медицинская Книжка Трудовая Ну Еще Там Что Он Пошел Здесь На Прорубь Ярдань Там Митрополит Священники Скажи Как Тебя Милиция Остановила Ну Тут Прям Недалеко От дома Сразу Продъехала Машина Там Вышло Два Милиционера Два Полицейских Это У нас Милиционера Ну Да Это Когда Была Под Сущера Ну Да С автоматом Другой Тоже Другой Видимо Стажер Еще Парень Чуть Не Может Моего Возраста Ну И Кто Куда Че Почем Спросили Документы Посмотрели Все Ну Отпустили Минут Через Пять И Уехали Но Я Как Ничего Не Бывало Пошел Дальше Себе Но Как Шел Нот Так И Пошел Что Хотели Не Знаем Может Вот Этот Игорь Предположил Что Может Бороду Мою Увидели Мою Может С Хотя С Другой С Происходит Я На Опыте Как Это Происходит На Мине Меня В 90 Годы Где-то В 93 Году Стою На Остановке И Подлетает Воронок Скручивает Меня И Закидывает Воронок И Все Без Объяснений Без Все В Отдел Привозят Ну И Все И Через Полчаса Отпускать Я У меня Взяли В Другом Конце Города Отвезите Назад А Да И Гиды Вот По Этим Просто Попал Ну Как По Описаниям Кто-то Там С кого-то Шапку Снял А Я Попал Просто А Руки Выкрутили И Все И Бесцеремонно У меня И пальцем Не тронули Даже Так Ну Сейчас Сейчас У них Это Самое У них Нет Полномочий Да И Сейчас Их Наказывают Строго Да Вот Эгои Вот Они Законы Там Строгие Сейчас Чтобы Не Прикасались К Людям Ну Ничего Работы Там Работы Вон У Игнатехничек Патает Сейчас Скоро Весна Поедете Эти пруды Копать Еще Там Парышкам Ну Да Что Там Надо В деревне Может Какой Не знаю Еще Одну Плотину Там Или Может Какую Дорогу Еще Вручную Выкопать Там В детском Лагере Хватит Работы Там Надо Заготавливать Дрова И Прочее Ну Там Дорогу Продлевать Еще Можно Там Далеко Дорога Длинная Денег Нет Это Очень Очень Дорого Совершенно Немыслимо Господь Даст Денег Главное Чтобы К работе Готов Быть Я Смотрю Как Вы Запрягались В Доску Запрягались И Игнатихничка Тащил Это Доску Он Тащил Какую Грейдер Такой У нас Грейдер Там Вперед Доску Впередки Привязали Как мы Телегу На горку Затаскивали Там Нагружили Я Тоже Видел Да Ой Кошмар Я же Говорю А построили Это А мы С матушкой Вдвоем Смотрим Она Говорит Что Они Что Они Делают А Она Говорит Через Три Года Все Там Поразмозит В смысле Сходил Бы Стекала Вода От пруды Это Как Олимпийские Игры Главное Не результат Главное Участие Ну Ну А Че А Участие Тогда Я же Говорю Поехали В деревню Какую Нибудь Там У людей Домов Много Развалины Кому Крышу Починить Кому Чего Ну Первым Делом Нужно Деревню Восстанавливать А потом Уже Деревню Другие Ехать Нужно Пусть Своих Подвижников Высчет Мы Там Поможем Если Советом Для Советчиков Много Делателей Мало Советовать Легко Чужую Беду Руками Разведу А себе Олма Не дам Да Вот так Что Интересно Вот Я Утром Встаю На Полтора Честа Раньше Ихали В 4.40 А я В 3 Почти Встаю Но Вечером Ложусь На Полтора Честа А как Кто-то Взял У меня График Мой Сдвинул Вот После Этой Темы Которой Каждый День Я Ставлю Новую Тему И Утром Мне Надо Все Проверить Я Отовсюду Там И Скайпа Что Пишут И Отовсюду Без Комментарий Даже Ну Понятно О чем Редко Комментирую Но Больше Господь Для избранных Время Сокращает Поэтому У вас Вбивается Сбилось Поэтому Сергей Там Еще Говорит Никаких Говорит Колесниковых Нет Николая Анна Да Конечно Нет А что Вы Не Знали Что Не Знал Даже Если бы Они Были Они Давно Боже Вам Показались Открылись Так Они Говорят Мы Сами Не Можем Не Писать Ничего Они Сказали А Я Все Время Тумаю Я Понимаю Я Понимаю Но Они Вам Делайте Чтоб Каждый День Мы Видели Как Мы Только Одну Кнопку Знаем Как Нажимать Вас Смотрим Ничего Не Можем Не Написать Ничего И Ничего Тут Такого Не Был У меня Даже Мыслях Не Было Я Так И Считаю Хорошие Люди Толкнули А Я Откликнулся И Вижу Что Сам Бо Я Обличитель Лапкина Все Его Рук Дело Это Не Дудин Делает Это Все Петров Делает А Этот Петров Я Думаю Это Вообще Не Человек А Демон Какой То Он Нигде Не Открывается Я Ему Предлагал В скайпе Пообщаться Он Не Выходит Он Может Без Тела Вообще А Дудин Рыскает По всему Интернету Старые Наши Девять Роликов Которые Были Хорошие Прям Замечательные И Он Нависает Над Ними И То ли Взламывает Или Как Убирает Эти Ролики Притом Мне Уже Сегодня Ночью Опять Сообщили Что Говорит Делать А Кто Он Такой Ролики А Инать Стивич Пожалейте Вы Не Примиритесь Ничего Вы Это Примиритесь Вместе Он Ко Мне Заходит Уже Четвертый Раз Я Заношу В черный Список Он Опять Заходит Зачем Он Переделывает Все Это Делать Нельзя Давайте Я Организую Скай Беседу И Постараемся Примириться Я С Куратовского Приглашу Ему Надо Сначала Залезать Все Что Он Сделал Сколько Он Нагадил Он Совершенно Не Верующий Если Человек Имеет Веру Разве Может Это Говорить Он Не Соблюдает Ни С ним Говорили Убрать Эти Ролики Он Или Подкаблучник Жена Его Давит Или Там Понял Что То Ему Обещают Сказали В этом Миссионерском Отделе Какое-то Ему Надо Теперь Трепеть Это Все Идет У вас Дело Принципа Он На Вас Вы На Него Надо Заканчивать Дела Я Дорогой Брат Я Вообще Не Трогаю Он Нападает Он Ниже Делается Я В Невыгодной Позиции Я Только Молюсь И Все Я Понимаю Что Так Нельзя Делать И Он В Германии Там Одна Какая Там На Других Везде Чтобы Ролики Убрали Убрали Ролики Ролики Хорошие Мои Беседы С ним Больше Двух Лет Стояли Ничего И Сбесился Просто Мужик Он Фикс Идея Называется Это Беснование С ним Невозможно Примириться Он Назад Уже Не Пойдет Никогда Он Выкопал Роб Ртом Своим Который Ему Не Перелезьте Уже Это Невозможно Это Прямо Такие Слова Которые Говорят Это Только Сатана Может Говорить Где Бо Он Выступал Он Страшными Словами Поносит Все Что Слышал Вчерашнее Кругом Измена Трусость И Обман Он Изменник Я К нему Ничего Не Имею Вообще На него Не Выхожу Никак А он Непрерывно Везде Гадит И гадит И гадит Поносит Я Ни Одного Слова Не Говорю Даже Договорились Тогда С Куратовским Не Называть Они Первые Начали По Фамилии Все Но Тогда Я Вижу Что Нельзя Я На Одну Буху Называл С Или Д Они Ни Слова Не Держат Ничего От Чего Началось Это Когда Беседовали Я Сказал Что Баптистов Надо Перекрещивать Они Из Церковь Как Он Сбулгачился Из Того Момента Он Никуда Не Перешел Это Засланцы Какой Он Православный А Зачем Лез Православие Когда Тут Все Хуже У Вас На Русском Я Православие Вы Играет Только За Благодати Освящающие То Дня Вообще Как Вот Я Даже Не Представляю Как Можно Но Спросите Какие Слова Он Говорит Когда Сидят Они В Студии И Этот Говорит Лапкин Ездит На Двух Уазиках Ни Одного Уазика Не Бало У Меня Сутемочная Группа Снимает Как Я Вроде Два Слова Не Могу Сказать И Только У Меня Программа Я Какой Мир Там Мира Никакого Нет Они Не Желают Этого Мира Я У них Ничего Не Брал Им Нужно Чтобы Меня Не Было Представьте Они Теперь Там Какой Дуревич Нападает На Митрополита На Сергия И Мы По Телефону Говорим А что Это Люди Такие Прям Непрерывно До Чего Они Нападают Такое Впечатление Что Они Убить Хотят Это Понятно Раз Огонь Раздуваете Все Такие Вчера Сегодня Только Ночью Опять Ну Я Могу Сказать Ночью Опять Залез Зачем Он Ко Мне Лезет Я Занес Черный Список Он Опять Взламывает И Залазит Зачем Он Делает Они По Сути Неплохие И Дуревич Он Хороший Человек Хороший Знаешь Я Избежавший Из Ада Фильм Такой Хороший Он Говорит А тут Много Хороших Там Много Хороших В Аду Да Какие Это Люди Он Не Смотрит Ни На Что Ни На Возраст Ни На Знания Ни На Опыт Ничего Нет Они Вообще Никакие Знаете Как Этот Пришел Сейчас И И Мастер Маргарита Он Говорит Как У него Пилат Спрашивает А ты Говорит Всех Называешь Добрые Люди А он Будет Всех Всех Добрые Этого Палаща Который Рядом Станет Мордоворот И он Добрый Он Не Зря Сказал Что Если Вы Мне Дали Немного Времени Он Тут Же Изменился Я Изменил Бо Его Ведь Она Же Доброта Она Все Побеждает Вот Это Примирение Она Все Побеждает Все Разглаживает Все Морщины Он Не Может Припойти На Это Он Вырыл Ров Ртом Своим Он Не Может Пойти На Это Потому Что Другого Уже Ничего Не Осталось У Него Фикса Идея Это Психическое Повреждение Он До Этого Жаловался У Него Воспаление Мозга Что Тут Не Видно Это Прямая Одержимость Какими Словами Говорит Да Это Вот Мы Сидим В Епархии Два Епископа Мы Беседуем Ну Они Как бы Тянули Чтобы Как бы Вместе Быть А Отец Таким Говорит Ну Как же Быть Вместе Вот Сейчас Говорят Вот Пишут В интернете Выставили Что В Потеряевке Служат Сатане Что Это Сатанинское Это Конечно Включать Надо Это Уже Об этом Даже Говорить Не Стоит Зачем Так Вот Он Говорит А Этот Сидит Говорит Да Это Сборная Алтая Убрать Мы Добой Пришли Уже Нигде Нет И Все А Архиерей Сказал Или Даже Не Знал Они Тут Хорохорятся Да Они Трусливые Перед Архиереем Из Них Только Выжимает Сок Андрей Курай Все Написал Как Они Сразу Решили В 5 Раз Больше Налог Со Священников Брать Едва Едва Утрясти Только В 2 Раз Больше И Поэтому У Патриарха Нулевой Рейтинг Сегодня От Священников За Вот Это Поборы За Эти Андрей Кураев Материал За Материалом Выставляет И Притом Такие Времена Что Мы Друг Дружку Будем Искать И Прижиматься Друг Друг Будем И Сейчас Все На Пороге Все Войной В В В В В Правильно Правильно Я Что Делает Пух И Прах Разносят Они Я Называю Это Просто Сказать Старше Кодло Потерярше Вы Посмотрите Они Враги Наши Я имею Ввиду Те Что На Страну На Наш Покушаются Они Объединяются А мы Разъединяемся Наоборот Зачем Они Это Делают Ну Я Не Такой Такой Как Они Не Могу Быть Потому Что Я Вижу Недостатки И Там Служат Максим И Прочее Я Привез Книги Подарить Ростиславу Митрополиту Но Мне Сказали Его Нет У нас Секретарь Его Находится В храме Я Пришел Говорит Вот Он Стоит Он Преподаватель Семинария Ратмистров Ну Я Дождался Его Первый Раз Его Вижу С бородкой Выходит Рядом Молодые Ребята Видно Семинариста Я Поздоровался И Говорю Мне Сказали К вам Подойти Я Из Алтавского Края А Кто Вы Будете Я Говорю И Гнатий Лапкин А Что Вам Здесь Нужно Я Говорю Я Вашему Владыке Книги Привез Что За Книги Оно Показает Симфония На Житие Святых Это Аполитичное Совершенно Житие Святых Он Только Леснул Я Говорю Тут Благословение Московской Патриархии Нашего Епископа Да Когда Было Десять Лет Назад Прокисло Благословение На Книге Он Никак Он Как Начал Меня Понужать Я Скажите Я Вас Обидел Чем Или Как Я Уйтеть Не Могут Прямо Сцепился В Меня А Потом Когда Уже Говорили Сергея Тазудина Он Говорит А Его Уже Нет Нигде Да Зачем Чего Вдруг Он Решил Их Везде Изымать И Грозиться Всячески В Германии Там У нее Ролики Кружился Она Встала Утром Роликов Нет Зламывают И проще Это Бандиты Какие Его Ролики Ничего Не Добавлено Ни Одной Буквы Ничего Нет На Днях Мне Претензии Придевили Но Я Не Знаю 24 Ролика Убрать Где Что Там Чуть Музыка Перенес На Мой Мир Это Все Их Работа Им Это Надо Зачем Это Делаться Как Мириться Когда Ему Это Не Надо Это Не Его Стихия Мир Это Его Стихия Это Все Я Вам Скажу Это Не Их Работа И У Этой Работы Есть Конкретно И И Называет Он Петров Это Все Делает Петров Это Не Дудин Делает Это Все Он Делает Ну Как Не Он Его Фотография Дудина Его Все Все Данные Нет Это Понятно Я Вам Говорю Что Вот Это Все 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 Рождут Петров И Затеял Он Все И Все Это Он Продолжает Это Он Я Не Знаю Это Не Человек Какой Может Быть И Так Но Дело В том Что Я Каждый День Молюсь О Сергея Дудин Когда Он Сказал Квартиры Нет Архиерей Меня Может Выбросить На Мороз С Детишками Я Каждый День Умоляю Господа Дай Ему Квартиру На Меня Это Никак Не Влияет Я Знаю Что Это Награда Моя У У Меня К Ничего Ничего Говорю Вопрос Волнует Он Сейчас В основном Всех Волнует И Ваших Соперников И Друзей Братьев В общем Что Если Отцу И Акиму Предложат Московскую Патриархию Примет он Предложение Конечно Нет Куда Ити Волчью Стаю В уме Или Нет Куда Звать А Что Ему Помешает Принять Предложение Даже Прихожанка Наша И Стоит На Морозе В храм Не Запускают Но Что Говорит И Архиерей Приказывает Принять Ее Ну А Вы Видите Что Сейчас Попадает Под Что Они Сейчас Что Говорят Если Подтвердится То Что Вы Ну Вот Нет Вот Этой Принадлежности Что Давно От Вас Отказался Иларион Да Этот Уже По Канонам Получается Что Все Таинства Которые Отец И Таким делом Они Недействительными Являются Как Как Интересно Вот Это Сталин Сберия Организовали Патриархию 4 сентября 43 Года И Вот Этот Дурнина В башке Да Разве От Любви Божьей Что Отлучит Ни Скорь Ни Теснота Теперь Смотрите 10 12 Читаем Мы Евангелие Теана Наемник Видит Волка Приходящего Бежит Кто Виноват Кто Расскалывает Наемник Бежал Кто Наемник Кто Волки Кто Овцы Волк Расхищает Овец Так А наемник Дальше Продолжим Почему Про него Не говорится Он ушел Всегда Вот Наемник Он бросает Мы Никуда Не Переходили Мы Как Были Наемник Их Затащили А какой Был Тут Остался Это Все Выдумка Ну А что Допустим Что Отцу Якиму Какие Сложности Возникнут Если Он Вдруг Перейдет В Патриархию Никуда Не Перейдет Это Невозможно Практично Даже Если Допустим А что Может Измениться Тогда Все Это Сразу Прихлопнут Ни Потеряевки Ни Детского Лагеря Ни Книг Ничего Нету Все Размещут Мы Знаем У них Сталинско Беревская Хватка Мертвая Они У них Не Те Уже Времена Ничего Не Размещут Нет Ты Ничего Не Знаешь Мы Каждый День Это Видим Вот Наши Евангелие Раздают Евангелие На Крещение Пошли Когда Из Столпы Идут Их Там Попов Может 30 Или 50 Идет Из Столпы Вылетают И Прямо Готовы Убить Они Прямо Трепещут Это Мы Разные Разные Это Невозможно На Мы Уникальном Положении Находимся Господь Убрал Всех Кто Может Нас Раздавить И Теперь Дает Полную Свободу Мы Ничего Не Отрицали Никуда Не Переходили А Было Ли Такое В Истории Мира За 2000 Лет Чтобы Ничего Плохого Не Делали А Их Просто Сказали Переходить И Друга У нас Епископа Нет Его Уже Лет Пять Все Уже Кончилось И Что Епископ Перешел И Благодать Отнято Какое Понятие Это Благодать Это Бог Должен Утверждать Бог Все Время Как Только Что-то Сказали Так Слушаюсь Это Бог Козыряет Ну Давайте Еще Что Я Слушаюсь Как Андрей Кураев Говорит Да Наоборот Должно Бог Сказал Вы Должны Придумал Об Об Объединении Речи Не Было Даже Не Было О Признании Каноническом Общении Мы Признали Мы Приняли У нас Служит Архиерей А Теперь Архиерей Служит Его Надо Убрать То Они Бешеные На Митрополита Кинулись Как Свора Собак С 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 Детский Лагерь Как Мирское Оттуда Приезжают К нам А там Все Разрешается Все Ни поста Ни креста У них Ничего Нет Каждую Книгу Мою Где Видят Готовы Разорвать А Я говорю Что Конкретно Покажите Сейчас В прошлом Году Это было Еще Тарасий Сказал В Почаево Собрались По моим Книгам По моим Книгам Там Профессор Участвует Ну и Что Ничего Нет Теперь Передали Дворкину Дворкин Что Ничего Нет Ничего Нет В разных Епархиях Работает Центрский Отдел Ничего Нет Нет Ничего Да Подождите Нет Они Сейчас К концу Месяца Соберут Там Собрание Будет В Москве Там Что Делают Пустое Все Дорогой Братец Пустое Мы Ни в чем Не повинны Перед Богом Свобода Моей Совести Не запятнана Ищущий Повод Всегда Его Найдет Да Тогда Какие Они Верующие Ищут Повод И с Ними Мириться Которые Ищут Повод Чтобы Обезглавить Да Сохрани Бог А мы Молимся Каждый День За Патриарха Просим Чтобы Бог Дал Им Духовное Рождение Свыше Чтобы Это Злобы Не Было Вот В Хабаровске Ну Там Был Ты Один Раз Скажи Ты Только Услышали Что Я Есть Прям Из Себя Выходит Тула В глаза Не Видали Отца Этого Яна Суворова Он У тебя Был Вызывает Ты Отрекись От Лапкина А он Там Храм Построил Через Него То Есть Там Большой Бизнесмен Помогал Не Вы Скажите Что Зачем Брали Цензоры Книги Держали Держали Месяца Два Потом Вызвали Ну Хоть Одно Это Изберги Рода Человеческого Это Особый Тип Людей Манкуртов Выращенный Сталином Иберией С ними Нельзя Дело Никакого Иметь Зарубежники Больше Всего Боялись То Что Они Не Держат Слово Вчера Говорили Договорились Утром Приходим Нету А почему Они Порешили По другому И ответа Не дают Ни одного Ответа Хуже Мирских Намного Хуже Сынами Гиены Делают Людей Я Должен Туда Идти До Чего Ради А у Вас Теперь Нет Епископа Я Его Не Удивлял Епископа Он Сам Сбежал Наемник А овцы А овец Волк Не Может Забрать Вот Уникальный Случай Он Не Может Ничего Сделать Мы Ни В чем Невинны Перед Христом Я Нес Грешил А чего Ради Меня Христос Будет Вычеркивать Они Еще О Моей Душе Заботятся Ты Посмотри Что Делается Каждого Пятого Священника За неблаговидные Поступки Под запрет Только В нашей Епархии Когда Я Сказал Каждого Говорят У вас Устаревшие Данные Уже Каждый Четвертый Ну И Все Куда Идти Я Нахожусь На своем Месте Бог Мне Это Дал Я Работаю Людей Жалко Людях Смудрой Пойдет Жалко Это Я Согласен Но Мы Каждый День Об Этому Молимся И Господь Дал Такого Метрополита Батюшка Сейчас С ним Встретился Прекрасное Отношение Просто Прекрасное Ничего Нет А то Как Решают Благодать Что Батюшка Делает Недействительно Ну Что Они Могут Говорить Что Ему Бог Открывает Докладывает Нет То Безбожники Да Разве Верующий Это Может Сказать Уже Я Знаю Что Творится Патриархия Откуда Эти Миллиарды Патриаршие Табак И Водка Весь Мир Знает Но Я Никогда Не Скажу Что Он Безблагодатный Все Рукоположные Им Признают Со Мною У них Этого Нет Там Достаточно Того Что Они Факты Предоставят Что Как Вы О Патриархии Отзывались Как Вы Только Называли Причем Не Только В Книгах А В Видеозаписях И Все Это Будет Достаточно Что Достаточно Ну То Что Как Вы Называли Патриархию А Как Называть Это Соответствие Действительности Это Не Я Называю Только Я Покажу Откуда Я Беру С Какого Места Я Понятно Но Из Уст Ваших Слова Я Сказал Все Я Чтобы Он Был Другим С Него Спрос Будет Больше Чем С Меня Премудро Соломон Говорит С начальствующих Будет Строгое Взыскание И По Любви К Богу Я Распространяю Мое Влияние На Него Молясь И Говоря Об этом Хорошо У нас Здесь Гедеон Потом Ставропольским Стал Митрополитом 13 Лет У Нас Были Такие С Я Уже Говорю Там Люди Истомились Ехать Посидят Когда Уезжал Последнее Слово Сказал 13 Лет Я Служил Все Вы Лицемеры У Меня Только Был Один Человек Который Правду Мне Говорил В Глаза Вот И Все Общий Результат Глаза Говорил Но Не На Весь Мир Если Вы Сказали Всему Миру Там Другое Отношение Было Про Сейчас Вы Говорите Всему Миру Это Совсем Другое Другое Бог Судит Намерения Брат Сердечные Мои Намерения Такие Сердечные Чтобы Он Был Другим Вот Он Патриарх Говорит Правильно Крестит Ребенка Вот так Держит Ноги Торщат И Вы Видели Снима Ладошка Так Все Не знает Его Извергать Надо Согласно Канонов Иларион Говорит Правильно Согласно Согласно Евангелие Тогда уже Поедьте Добейтесь Уидиенции И С глазу на глаз Обличите его А вы же сразу Берете Я был Я у него был там Дальше не пропустили Милиция задержала Ты говоришь Я это уже сделал Я писал Ответа нет Я писал Пимену Алексею Писал Ко мне Претензий нету Я приехал туда Чистый переулок Пять Дальше Проходной Не пропустили Вот и все Книги посылал Ответа нету Как будто бы Не они там живут Вот сейчас я посылал Одновременно И патриарху И Путину От Путина пришло От патриарха Даже не знаю Было или не было Вообще не отвечают И это говорит Андрей Кураев На 30 моих писем Ни одного ответа Еще нормально И куда звать Это пустое место Господь Не заповедал Так Говорит Чтобы не властвовали Над наследием Божьим Петр говорит Послание Не господствовали Они по другому Не могут И когда Архиерея к нам Приезжает А он даже попытки Не делает Командовать Он здесь Радуется Целуется Обнимается И целый день Улыбка с лица Нисходит Вот и все Есть минуты Когда открывается Душа И тогда она Принимает все Может быть Будет встреча Видели Сон такой Что он приезжает Сюда Мы нынче Приглашали Потеряевку Но он не властен Ответили так У него программа И он не может Их ответила Секретариат Хорошее письмо Было Поблагодарили Но приехать Он не может У него программа Он раб Раб Он не свободен И он хотел бы Сказать Но в то время Должен выверять Это кто Щаплин Говорит Всеволод Он раб Ну понятно Все мы рабы У всех Разное Разное Рабство А как Да Конечно Почему Он должен Сверяться Как власти Примут Это Как это Другие Как называют Конфессии Еретики Нет конфессии Ни динаминации Есть и ерести Церковь Даже эти вещи Подменяют Хитрыми словами И мы должны Говорить так Как Бог повелел Хотя бы за это Следовательно Или молчать У нас два варианта Молчать Или говорить Только правду А зачем это Извелюжить Ум-то свой Ты на молитве Будешь такой Жене искренне Я каждый день Молюсь за Эрдогена За президента Турции И все Чтобы был мир Для меня Очень близок Порошенко Порошенко Тарамзан Кадыров Александр Лукашенко Мы каждый день Молимся о них Чтобы был мир Мир просим Израилю Россию Украине Сирии Где идет война Поэтому меня Отзвинуть Никак нельзя Потому что я Окружен Благодатью Божией И за врагов Каждый день Молюсь А они каждый день Пакоси делают Это разница Все-таки Я очень благодарен Вам Что Вы вышли Рад стараться Этот ролик Я на неделю На той неделе Только поставлю У нас с Вами Никогда Не было плохого Только хорошее Я все Ваши слова Воспринимаю Как Заботу И любовь Поэтому Кто на Вас нападает Вы так и скажите им Да я ради Твоего ролика Этот Выставлю Что у меня К Вам Нет никаких Никакой злобы И не было Не только нет И не было Никогда Потому что мы С Вами Одинаково Размышляем о смерти Может сегодня Ночью умрем И с чем Предстанем Бог обнаружит Тайное помышление А я буду говорить А думать вот так Да какой же я тогда Где-то Это моя вера Да благословит Тебя Бог Брат Маме Пасу Татьяне Все С Богом Спокойной ночи Спаси Христов Спокойной ночи